Приветствую вас, я постараюсь ответить вам на ваш вопрос, я постараюсь объяснить вам, что в этой ситуации вы понимаете правильно, что вы понимаете не совсем правильно и почему. Зачем, пожалуй, с того, что у вас в сообщении фигурируют такие слова, как, например, «должен», то есть вот вы, например, в своем дополнении пишите о том, что, значит, мне казалось, что человек должен вести себя по-другому, он должен, по крайней мере, просто сообщить об этом, то есть задумать настроение плохое. Так вот, в своем подходе, в своем оценочном суждении, скажем так, употреблять слово «должен» не совсем целесообразно, по той причине, что человек в действительности никому ничего не должен. То есть, если вы пишете о том, что вы были знакомы со многими женщинами, в том числе близко, то это не значит, что именно ваша женщина должна вести себя, ну вот, так, как вы считаете правильным, исходя из опыта общения с другими. То есть, ваша женщина – это ваша женщина. Она уникальная, индивидуальная и не похожа на других. И поэтому сравнивать ее с другими женщинами, лучше говоря, неэтично, неправильно. Ее оскорбляют. Далее. Далее, вы правы в том, что у человека явно завышенная реакция, гипертрофированная реакция. Но понимаете, в чем дело? Очень интересный момент, который вы пишете, что сегодня произошел инцидент. И далее вы описываете ситуацию. Вопрос возникает к вам, в первый ли раз это произошло или нет. Потому что, если первый раз, то ситуация может восприниматься с той точки зрения, что женщине просто тяжело, что женщина просто, может быть, не справляется, женщина, может быть, не хотела просто вас как-то посвящать в свои трудности, в свои проблемы, а хотела сама успокоиться и после уже с вами поговорить. В этом случае она не брала лишь в том, что не сказала вам об этом сразу. То есть, в этом случае она не брала только в том, что продолжала вас наигнорировать. То есть, она не донесла до вас, пусть и, вот, как бы, скупуя информацию о том, что к ней сейчас лучше не приставать. Тем не менее, намерения у нее в этом случае были благие, и она хотела вас оградить от своего плохого настроения, потому что понимала, что вы совершенно не обязаны из-за этого, например, страдать. Но она этого не сделала. Она этого не сделала. И, понимаете, если это первый раз, если это первый и единственный раз, то можно списать это на стечение обстоятельств. Ну, вот так получилось. И придать этому через чересчур много значения, ну, не стоит. По крайней мере, именно вот этой вот форме, форме того, как она себя везла. Если же это не первый раз, то тогда, конечно, речь идет о системе, о систематическом поведении, и систематическое поведение, как правильно сказала вам эксперт Лидия, является следствием определенных проблем. Каких именно проблем, скажу чуть позже, а пока, пока вот так. И тогда форма ее поведения, опять же, вами, не воспринимается как такая форма ее поведения. Это своего рода крик. Это своего рода сигнал о том, что у женщин есть другие, более серьезные, более глубокие проблемы, которые она не может решить. И вам, как любящему мужчине, нужно постараться ей помочь. Теперь по поводу того, какие это были проблемы. Ну, во-первых, первое, что вы сказали, то, что, может быть, она догадывается о каких-то ваших похождениях. Казалось бы, вы употребили эту фразу, ну, так, вот, знаете, чисто мимоходом, да, то есть, ну, сказали и сказали. Но, в действительности, мне лично показалась эта фраза достаточно значимой. То есть, у вас, что, были или есть какие-то похождения на сторону, ну, на сторону от своей женщины? Или как? Или вы, у вас недостаточно доверия друг к другу? Или что? Как лучше понимать то, что вы написали? Понимаете, если у вас нету доверия друг к другу, это очень плохо. Если нет доверия, то нужно работать над тем, чтобы это доверие восстановить. А для этого, возможно, и от вас, и от супруги потребуется некая, какая-то определенная работа. Работа с собой, работа над вашими отношениями, если есть на это желание. Еще раз повторю, это очень важный момент. Тем не менее, тем не менее, вам есть чего бояться. И это, на мой взгляд, достаточно плохо. Это создает у вашей жены чисто на интуитивном уровне. Создает у вашей жены ощущение того, что вы можете ее предать, что вы можете ей изменить, что вы можете ее бросить, что она для вас не единственная, вследствие чего возникает перенос на ребенка. И мы постепенно переходим к следующей проблеме, проблеме взаимоотношения ее с ребенком. И здесь надо сказать, что вы пишете в своем сообщении о том, что знакомы с психологическим термином перенос. И будучи знакомым с этим термином, с термином переноса, вы, как пишете, говорите о том, что ваша жена, ваша женщина переносит на вас то, что ее достал ребенок. Вы знаете, на самом деле ситуация заключается немножечко в другом. Я вас, не знаю, вот удивлю или, может быть, расстрою, а может быть, вы вообще со мной не согласитесь, но предпочтете не соглашаться. Вот это уже ваше исключительно право, но ребенок, поскольку он является еще не до конца полноценным членом, так сказать, полноценным партнером взаимодействия с людьми, он не может выступать, скажем так, он не может выступать как источник раздражения. За исключением того факта, если ваша женщина откровенно его не любит. Но это, я думаю, вообще маловероятно, потому что, ну, мне кажется, все-таки, что именно ваша женщина любит своего ребенка и, в принципе, хочет ему всего самого лучшего, но вот только есть там определенные проблемы у нее, да, определенные проблемы с тем, чтобы вот как-то реализовывать себя как женщиной, как мать. Но об этом я еще скажу, а пока хочу вам объяснить главное. Главное это то, что не ваша женщина делает перенос на вас с ребенка, а она на ребенка переносит свои какие-то проблемы. Конечно, нельзя сказать, какие именно это проблемы, потому что вашу жену я не видел, например, я с ней не общался и, соответственно, не могу сказать о том, какие могут быть у нее проблемы, но эти проблемы есть, и она переносит их на ребенка. То есть, понимаете, какая ситуация, вы изначальный перенос восприняли неверно, неправильно, к сожалению. Вы перепутали местами причины и следствия. Ребенок никак не может стать причиной раздражения женщины, даже если она это вам говорит. потому что ребенок это еще то существо, которое лишено по своей сути какой-то личностной окраски. И вследствие этого у вашей жены есть какая-то проблема, которую она переносит на ребенка и потом переносит уже на вас. Это такой двойной перенос. и почему ее ребенок достал? Почему он достает ее своим нытьем? Почему он может достать ее своим нытьем? Это главный вопрос, на который вам нужно ответить. Вам с женой я имею ввиду нужно ответить. Потому что если ребенок достает вашу жену, то скорее всего имеет место быть такая ситуация, что женщина испытывает тотальную или частичную неудовлетворенность своей жизни. А не реализуется например как личность, как человек. как субъект например трудовых отношений и так далее. И из-за этого ее ребенок достает именно из-за того, что она чувствует себя только матерью. В следствии этого у женщины возникает такая проблема. Проблема того собственно что ее достает ребенок. И вам для решения этой проблемы необходимо понять ключевую проблему вашей жены. Какая это проблема? Именно ключевая проблема вашей жены. Понимаете? Ключевая. Это не ребенок. Это не вы. в этой ситуации это не вы. Это что-то другое. Что конечно сказать однозначно нельзя. Потому что нужно разбираться более подробно с вами. Но тем не менее факт остается фактом. Ребенок есть следствие проблем у вашей жены. Дальше. следующее что я хочу вам сказать касается того как вы воспринимаете свою женщину. Воспринимаете вы ее как я уже упоминал не только в контексте предыдущих отношений с другими женщинами но и в контексте своего убеждения о том как должно происходить общение между людьми. То есть вы говорите вы очень много это говорите что по моему мнению человек должен вести себя там ну взрослый человек по вашему мнению должен вести себя определенным образом. Вы к сожалению забываете что речь идет о женщине. женщина это то существо которое мыслит и выражает свои эмоции совершенно иначе чем мужчина. В отличие от мужчины женщина не может выражать свои эмоции как бы используя формальную логику и формальные знаки женщина этого делать не может. У нее процесс выражения своих эмоций более стихийный более неконтролируемый чем у мужчины и что по пожалуй является очень важным более подвержен как бы внешней стороне. То есть это больше именно эмоциональная сторона. Понимаете? Женщина не выражает свои эмоции так как это делает мужчина. и вы совершаете к сожалению большую ошибку когда ждете от нее того что она будет выражать свои эмоции так как вы считаете правильно. Потому что вы мыслите со твоей точки зрения точка зрения логики формальной логики а женщина воспринимает окружающий мир и себя в нем с другой стороны с другой точки зрения с точки зрения эмоционального порыва. И поэтому вам нужно учиться чувствовать свою жену если вы хотите быть с ней вам нужно чувствовать свою жену и самому считывать ее какие-то настроения потому что она женщина пребывает в твердом убеждении что вы должны ее понимать в любом случае вы же относитесь к ней простите как к мужчине то есть как к адепту формальной логике что является в принципе неверным точнее как неверным верным то может быть и верным для вас но к сожалению такой подход ни к чему не ведет именно в отношениях в отношениях такой подход ведет только к еще большему отдалению друг от друга и непониманию вот так я вижу эту ситуацию вот такое мнение эксперта то есть мое мнение и последний вопрос который вы задаете уже в своем дополнении вы пишете о том что значит если бы я ни того ни с сего и до того что устал и у меня и меня раздавил ребенок ударил ее по голове разве кто-то бы пытался меня оправдать ну начнем пожалуй с того что ваша жена никого не била начнем с того что ваша жена никого не трогал она просто замкнулась в себе и это защитная реакция человека то есть реально плохо от ее действий физически не стало никому да вам это было неприятно только из-за того что вы подумали о том что она обиделась на вас из-за каких-то ваших похождения или что-то еще подумала неблаговидно о вас то есть вы сами в себе не уверен в этой ситуации а в том примере в который описываете вы у вас есть откровенное насилие то есть вы их берете и убьете ее по голове и это как бы уже другое понимаете а я вам объясню кое-что физически вы наверное знаете что есть шизофреники что есть там люди страдающие из хизии что есть другие заболевания так вот у всех заболеваний практически в частности у шизофрении у эстерии есть свои нормальные формы то есть формы которые находятся в рамках нормы так вот маньяк то есть психически больной человек отличается от нормального тем что у него форма его проявления активности никому не вредит и вашу жену можно отнести к какому-то типу личности но это нормальная форма это не делает ее психически больной и я не оправдываю вашу жену на самом же деле она не права я бы это сказал сказал она могла бы сказать но не сказала и вопрос в том почему она наверное не знает сама вы пишите что она в разумении в разумительном ответу вам не дала то есть она сама не может этого знать но еще раз повторю вы сравниваете себя с ней ставите на одну ступень это неправильно то что позволено мужчине точнее не так то что позволено женщине не позволено мужчине вот так и наоборот поэтому нельзя сравнивать себя с женщиной никак и понимаете я в этой ситуации не являюсь сторонником вас или вашей жены я просто говорю как обстоят дела если вы считаете что можно сравнивать себя с женщиной и можно на себе на себя примерять то как она себя ведет это ваше право но понимаете тогда вам нужно искать такую женщину себе которая бы ну как минимум была бы с вами согласна в том как мы считаем меняться а ваша жена судя по всему требует к себе провести отношения другого не такого как у вас сейчас к ней если вы ее любите вы будете меняться если вы ее любите но считаете что меняться не должны то скорее всего будут конфликты если вы не готовы ради нее меняться если вы не хотите меняться то значит вам имеет смысл подумать о том чтобы с ней разойтись понимаете то есть тут важно подумать о том что от вас требуется в этой ситуации если вы пришли за тем чтобы мы обвинили вашу жену в том она действительно не права я боюсь вы пришли не по адекту а если вы пришли за тем чтобы лучше понять эту ситуацию лучше понять ее и себя то вы находитесь там где вам нужно быть но другой вопрос что вам может не понравиться то что вы узнаете и полагаю что кое что из того что сказал я вам не понравилось но это не значит что это неправильно понимаете мне важно чтобы вам было хорошо на самом деле поскольку вы задаете вопрос что важно чтобы вам было хорошо и поэтому я говорю о том что от вас нужно что вы можете сделать и я говорю о том Чтобы вы посмотрели, можете ли вы это сделать Если не можете Если вы чувствуете, что вот то, что от вас требуется Идет вам во вред Даже человек не ваш Но и меня человека Пытаться его изменить, это тоже неправильно Позвольте себе быть собой Тем, кто вы есть И позвольте вашей жене быть собой Той, кто она есть И тогда, я думаю, проблем будет меньше Гораздо меньше На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если Сделаете его лучше Желаю вам всего доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!